Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Учитывая целый ряд, конечно же, то есть нельзя понимать это буквально, и Петя наверняка не имел в виду, что вот что хочу, то и делаю. Но имею в виду некие реальности, что делать то, что ты явно считаешь неправильно делать для творчества, для его тем более, не надо. Давайте, так сказать, презентуем тем, кто не очень может быть в теме, вы сыграете какую-то композицию, так сказать, первый клип. Композицию «Смог Ван Де Возер». Давайте дальше вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, тут как бы две части этого вопроса Субтитры создавал DimaTorzok А что касается журналистов, то действительно, особенно когда очень краткий формат интервью, например, то, конечно, если вопросов всего пять, то по набору этих пяти вопросов можно очень так явно судить о подготовленности журналиста. Потому что понятно, что, конечно, есть какие-то очевидные вопросы, и все дублируют. Но, с другой стороны, какой смысл одинаковое интервью? Ну, давайте. И, в общем, когда человек не подготовился или... Ну, действительно, это просто обычная подготовка к своей работе. Задача ведь того, кто берет интервью, сделать интересно. Неважно, он либо себя должен интересно показать, какой интересный вопрос придумал журналист, либо, что выгоднее, показать гостя хорошо. Если вопросы все скучные и неинтересные, скорее всего, гость будет отвечать скучно и неинтересно. Сами себя наказывают. Да. Ну, надо сказать, что еще обычный вопрос можно так раскрыть и подать, что будет интересно. А они прям штампами, вот четко говорят, прям слово в слово. Вот это вот не нравится. Даже запятые в тех же местах стоят, да. Да, меня очень повеселило, а какую песню вы выберете, чтобы представить Россию? Вы же будете представлять государство, все будут смотреть. Да, вот то, что мы играли, то, собственно... Нет, это главное, что люди не в курсе того, что там нельзя менять всю песню. То есть, как бы они не ознакомились, просто не зашли за сайт, едет там Евровидение, там РТР, там где-то что-то сделать. То есть, вот журналист едет освещать конкурс. Ну, хоть это же за одну минуту просмотра сайта, посвященному конкурсу Евровидения, можно убедиться, что песня та, которая представляется, та же едет, ну и так далее. Там очень много таких вопросов, которые показывают. Человек только что приехал, ему сказали, езжай, куда, что, хорошо. Ну, а вообще, вот этот сам, сам этот конкурс Евровидения, да, насколько я понимаю, для малоизвестных, да, но талантливых ребят, в принципе, а мое... А там так не написано. Не сказано, что для малоизвестных, да, и что... Ну, такой свой дайвайн, такой день артиста. Покажи себе, Амира, вот у тебя есть возможность. Он выступал, там, из наших, там, группу Тату, выступал тоже на тот момент очень известной в стране. Очень же, да, тоже были. Ну, то есть, я бы не сказал...